здравствуйте с вами очередной выпуск ньюс блока крипто с порцией свежих и актуальных новостей на канале крипто комманс за последние два дня в мире крипто произошло много разных событий но чтобы вы не потерялись в этом шквале информации команда крипто комманс делает выжимку самого-самого важного мы трудимся не покладая рук и очень и очень для вас стараемся так что если вам нравится что мы делаем дайте нам обратную связь мы принимаем лайки подписки на канал и бесценные комментарии которые мы очень внимательно читаем а еще мы очень ценим ваше время поэтому без лишних слов приступаем к делу и так сегодня выпуске по карту виза теперь можно обналичивать крипто и официально биткоин идей это отлично но не по-настоящему генеральный директор бим на bloomberg тв регуляторы сша накрыли скам проект на 2 миллиарда долларов и завершить наш сегодняшний выпуск кевин свэнсон с обзором ситуация на крипто рынке оставайтесь с нами виза позволяет обналичивать крипто по дебетовым картам в 145 странах пользователи кошелька metamask теперь смогут продавать криптовалюту напрямую на карты виза что устраняет необходимость использования централизованных бирж виза заключила партнерское соглашение с инфраструктурным поставщиком веб3 транзакт для запуска вывода средств и платежей в криптовалюте через решение виза директ объявили обе компании 30 января новая интеграция позволит пользователям выводить крипто такую как биткоины напрямую с кошелька metamask на дебетовую карту виза доступная сразу же интеграция позволяет обменивать криптовалюту на фиат и совершать платежи в 130 миллионах торговых точек где принимается виза здесь переплетаются сразу две потрясающие новости во-первых последовательная реализация планов вхождения в мир крипто крупных финансовых игроков таких как виза на данном примере мы видим что виза продолжает свою экспансию мир крипто что подтверждает продолжение глобальных финансов интегрироваться все глубже в наш любимый крипто мир вторая часть новость заключается в том что данное решение становится очень сильным катализатором распространения крипто особенно в частности удобство совершения платежей это на первый взгляд кажущаяся не сильная проблема на самом деле является большим тормозом в массовой и широкой адаптации крипто и хоть для нас с вами оплата в крипто не вызывает никакого труда для большинства людей это остается довольно сложным и здесь данное решение визы выглядит очень кстати но давайте почитаем между строк ты ведь помнишь дорогой зритель как устроены платежи крипто ты должен их сам инициировать но если платеж происходит по вызову третьей стороны значит а это значит что у тебя открыто предварительное разрешение на списание с твоего кошелька другими словами обрабатывающий смарт-контракт операции имеет право списывать твое крипто а значит любой взлом этого механизма приведет к потере средств в том числе и возможно твоих чего мы оба конечно же не хотим так что с одной стороны новость интересная и заслуживает нашего внимания так как влияет на распространение крипто но с другой стороны такие ауджи как мы с тобой понимаем что данное решение не для нас так что принимаем к сведению и движемся дальше продолжает наш выпуск интервью блумберг тв генерального директора бим энди брунберга где он рассказывает почему биткоины теф замечательны но не являются истинным крипто давайте послушаем энди по сути ты говоришь что распространение крипто происходит в основном через торгуемые на бирже фонда а также другие централизованные продукты которые буквально противоречат основному тезису стоящему за данной технологией который звучит как децентрализация но как ты думаешь может ли данная технология достичь полностью своего потенциала и достичь утверждение узаконивания вот таким путем или я думаю ты совершенно права это важная огромная веха для индустрии но для меня важно помнить что биткоин и тиф на самом деле не являются истинным крипто это лишь финансизация индустрии что конечно же является важным для людей но это не одно и то же это сразу что сказать есть и теф по золоту поэтому на больше не нужны золотые драгоценности что является применимым для золота это неправда это разные вещи финансизация актива и актив сам по себе это что он может делать я думаю что наличие биткойны тефе то великолепно особенно с того что индустрию и нужен был битвай 21 6 ведь это круто но мы должны продолжить строительство в индустрии чтобы использовать технологии там где она эффективна поэтому думаю что если индустрия забудет что существуют настоящие продукты удовлетворяющие потребности клиентов то мы бездарно израсходуем всю эту технологию в попытке использования активы чисто в финансовых целях это неправильно что ж на мой взгляд это замечательная точка зрения ведь это неправильно и даже неэффективно сосредотачиваться лишь только на одной части имеющихся возможностей полностью забывая о других тем более говоря о крипто активе которая лежит в основании любого крипто и тф этой непосредственной базе без которой самый тиф быть не может фальшивый гендиректор и сплошной обман сек накрыл скам проект hyperverse на 2 миллиарда долларов власти сша раскрыли финансовую крипто пирамиду на сумму в 1,9 миллиарда долларов организованную лидерами hyperverse схемы известный как hyperfund уголовные обвинения возбужденные министерством юстиции и связаны с ними гражданский иск сек раскрывают мошенническую организацию охотившуюся на инвесторов посредством фиктивных операций по майнингу криптовалюты иск сек направлен против сэма ли австралийца проживающего в объединенных арабских эмиратах и бренды bitcoin beauty чунга из мэри лэнда претензия сек показала что hyperverse наняла фальшивого генерального директора тайского телеведущего известного как стивен и рис льюис выступавшего с речью во время ее запуска одновременно с этим родни бертон известный как bitcoin родни также был арестован комиссии по ценным бумагам и биржам сша в начале января за его предполагаемое участие в тех же мошеннических инвестициях что здесь можно сказать для начала можно просто обалдеть от суммы этой финансовой пирамиды просто для понимания что такое 1,8 миллиарда долларов так это целый годовой бюджет всей ленинградской области это невероятно много и вот здесь мы переходим к чтению между строк в которых исек и министерство юстиции сша на самом деле опоздали ущерб уже нанесен и компенсирован в полном размере он конечно же не будет но регуляторы отчитаются об успехе поставят галочку и дальше продолжат заниматься своей бюрократией но дорогой зритель ни в коем случае не подумай что регуляторы занимаются лишь ерундой просто на фоне их невероятного рвения сделать идеальным мир реальные так называемые косяки выглядят уж слишком заметно и завершает наш выпуск анализ ситуации в рынке от кевина свенсона в нашем выпуске я приведу лишь основную выжимку из его видео которое если вы хотите увидеть полностью мы для вас сможем сделать уже завтра напишите нам об этом в комментариях а я передаю слово кевину в следующий раз когда вы будете пролистывать социальные медиа и увидите истерию людей относительно цены биткоина его волатильности страха и неуверенности оптимизма до чего угодно я предлагаю вам просто взять и включить линейный график на недельном таймфрейме посмотрите сюда мы здесь видим что на недельном линейном графике с декабря у нас было ничего вообще но фитили вот такие большие могут играть очень большую роль в определении того что будет дальше в этом тренде потому что внутри этого большого фитиля образовавшегося на недельном таймфрейме находится много шортов многие заходили в короткие позиции в надежде того что цена биткоина уйдет вниз это произошло но большинство этих позиций пока еще не были закрыты и если недельная свеча биткоина закроется над сопротивлением это даст нам знак того что рынок начинает склоняться в сторону боков чтобы ки возвращают контроль что дает нам основания склоняться к быкам закрывшись наверху около 44 тысяч прямоугольнички сопротивления недельного графика если это произойдет а цена сможет устремиться в направлении к этому недельному верху потребуется ли на это одна неделя две или три но если мы смотрим добраться до верха и пробиться над этим уровнем то все эти позиции которые по-прежнему остаются шартовыми окажутся в ликвидной ловушке потому что у них больше не будет выбора так как цена окажется над недельным верхом и все эти позиции окажутся под водой а им ничего не останется как уйти в рыночный сквиз но все это работает только в том случае если рынок имеет тренд но как мы определим имеет ли рынок тренд что ж надо посмотреть на и мэй экспоненциальные скользящие средние основаны на импульсе более свежем ценовом движении и здесь это линии с точек это желтая точечная линия важно чтобы оставалось примерно под 45 градусов вы можете зажать трендовую линию нажать кнопку shift и она перескочит примерно под 45 градусов это будет необходимым свидетельством для того чтобы определить достаточный импульс для того чтобы ликвидная ловушка отыграла мы в общем-то видим что находимся над этой скользящей средней и говоря в целом в настоящий момент это скользящая средняя примерно на угле в 45 градусов что ж кевин спасибо тебе за краткий обзор ситуацию мы явно поняли если аудитория пожелает то мы тебе вскоре вернемся и на этой ноте дорогой зритель мы наш выпуск заканчиваем желаем тебе удачного трейдинга а нам лайка и подписки с твоей стороны не забывай действовать осторожно соблюдая риск-менеджмент а также то что все здесь сказанное не является финансовым советом в общем следи за собой и будь осторожен и до встречи в следующем выпуске